Генеральный спонсор места происшествия. Станция технического обслуживания. Сервискар. Какой должен быть качественный кузовной ремонт? Такой, который никто никогда не увидит. Европейские стандарты качества. Сервискар. Весенняя. 54. Ленинский районный суд вынес приговор в отношении 21-летней Анастасии Шаховой. Напомним, девушка, мать двоих детей, задушила пенсионера Шарфан. Убийство произошло в квартире на улице Чапаева. По данным следствия, девушка решила отомстить потерпевшему за избиение своей матери. В квартиру к 60-летнему Владимиру Анастасия пришла пьяная и агрессивная. По словам осужденной, мужчина жестоко обошелся с ее мамой. Избил мою маму, обокрал ее, ну, украл у нее три карточки банковские, одежду, телефон, дорогие очки, для компьютерного зрения, да. И не возвращала, телефон участкового вернула, а потом я решила устроить с ним самосуд. Самосуд. 21-летняя девушка начала с избиения. Она толкнула Владимира, тот упал на пол. Мужчина как мог оборонялся, он, кстати, тоже был пьян, поэтому сопротивление было минимальным. Девушка повалила пенсионера на кровать, после чего накинула на него шарф и задушила. По ее словам, причиной ссоры послужил конфликт потерпевшего и ее матери. Я обычно ему сказала, лучше не дергайся, потому что тебе будет хуже. Сначала на него кричать, что за поступки надо отвечать, что там, ну, он не должен был так поступать. Он начал своими руками пытаться убрать мои руки. Я их откинула опять, ну, душила продолжала. Владимир не подавал признаков жизни, очевидцы вызвали скорую и полицию. Шахову тут же задержали, как подозреваемую в убийстве. В итоге суд назначил девушке наказание в виде 9 лет и 8 месяцев колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу. У осужденной остались малолетние дети 2009 и 2015 годов рождения. Сейчас они находятся у родственников. Михаил Вагин. Место происшествия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА